ездил на нем вуз не дул запчасти у него стоят как у автоваза они есть практически на каждый разбор также автомобиль по возможности можно как-то самому отремонтирует никаких-то сложных агрегатов и механизмов тут все до более простое машина старая всеми давно изучены и понятно это я к чему потому что с кастомизации в этой машине нет абсолютно никаких проблем если вы молодой пацанчик и хотите что-то там хоть внешне хоть технически хоть еще как с машины поколдовать то все дороги вам абсолютно открыты вы можете любого своего монстра там урода придумать какого нибудь или сделать машину просто на стиле и она будет прекрасно смотреться в общем все что он в голову вздумается говоря о плюсах у машины из гур как на повседнев это очень удобно вы комфортно передвигать по городу передний привод вот опять хоть она сейчас на летней резине но была бы она на заднем приводе я бы сюда не заехал по этому льду снегу а на переднем приводе абсолютно пофиг больше проходимости в таких условиях и я легко сюда заехал тут нет сручивая 6 снаряд сравниваю там опять вот с этими десятками все покупают вот на этом наши снаре и это так купит и вот эту нормальную машину она хотя бы клапана не гнет через каждый поворот на каждом повороте по клапану блин тормоза автомобиля просто мои отличнейшие и кстати говоря механические регулировки зеркал полностью работают зеркала отлично можно под себя отрегулировать мягкая это обшивочка тут ну как она не мягкая ну тканевая обшивка мягкая панель вот-вот автоваз до сих пор ну как я не знаю вести я не сидел но всякие четырки пятнашки автоваз там не мог до этого додуматься то что чтобы сделать мягкую панель вот на панели нажимаешь на машине и она мягкая и от этого в машине сразу там процентов на 30-40 меньше всяких дребезжений и шорохов а там все жесткая пластика он друг об друга трется все это скрипит дребезжит и из-за этого получается такие консервные банки вот это настоящий вак настоящий volkswagen они всякие современные там полы тигуаны которые настроены чисто на российский рынок на российского потребителя я не знаю что же что там еще помимо полы тигуанов там всякие вот эти вот в калуге которые производятся автомобиля они рассчитаны просто чтобы пять лет на нем поездили там от тарабанили там вздали в 3d и опять купили новую модель и вот так вот постоянно меняли машину тратили свои деньги на это а этой машине абсолютно пофигу вот такие машины уже навряд ли к это будут производить чтобы 30 лет ездила новый тигуан он не проездит вот так 30 лет него там мотор уже сдохнет километров через 1150 200 и все те же самые эти одноразовые всякие кредиты тошно вот еще очень хороший плюс у этого автомобиля если вы вкладываете в нее деньги то она становится дороже чего нельзя сказать про автоваз где например в любой авто вас если вы вкладываете деньги он дороже не становится потому что он нивелирует ваши вложения своими поломками а тут как говорится у этих машин нет года выпуска у этих машин есть состояние если вы вкладываете в нее деньги у нее состояние становится постоянно лучше и лучше и она реально растет в цене эти вложения хотя бы оправданы в общем итоге что я опять хотел до вас донести этим видео ни ху гена картина вырисовывается так что опять автоваз говно покупаете там какие-нибудь старые не старые иномарки они более приятные как бы не подумайте что я там сильных эти автоваз у меня у самого там была и 99 4 я поездил на этих машинах если их так может назвать ну не понял что эти машины куда гораздо приятнее не хоть какие-никакие удобства я об этом все перечислял вы и так сами я думаю понимаете конечно у всех свои вкусы кому-то там просто 99 кому-то там четырка нравится внешне по дизайну я не спорю каждый живет как хочет ну я считаю что чисто логически если машину брать для себя для жизни то лучше выбрать старую иномарку чем более свежий там автоваз автоваз он более раньше ломается все равно более раньше гниет не выдерживает никаких там нагрузок а эту чеколду можно гробить и гробить и гробить и абсолютно пофигу это вот из разряда тех машин про которые говорят что ей все равно она будет ездить до последнего пока там движок клина не даст или коробка там не рассыпется вот до этого момента она будет ездить и ездить вот это та самая машина потому что тут нет никаких там наворотов датчик да она просто и от этого она будет так ездить до бесконечности это не какая-нибудь вот тоже audi s8 где там миллиард датчиков там в одном цилиндре проблема и все и из-за этого там coin движок или коробка падает в аварию и машины за эту уже не тут такого не будет она будет до последнего ехать и и вот чтобы я хотел сказать я бы вам посоветовал купить старинку виномарку чем свежий автоваз да ладно всем похуй ты че хотя у мой кореш специально купил себе автоваз у него фетиш на это он деградирует на десятки может кто-то тем же самым занимается но также можно деградируете на этой машине уверенно это мы вам тоже продемонстрируем нихуя не понял ну очень интересно а ты чё попутал а 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 и а а а Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА